И по нашему обыкновению мы начинаем с Диврей Мусар. Мысль дня сегодня следующая. Работай, вы готовы? Надо немножко разогреться перед Алакой. Итак, вот еще кто-то нам присоединяется. Итак, мысль следующая. Мысль следующая. Только человек с настоящим великим разумом способен принять мнение, отличное от его собственного. То есть человек, который действительно обладает широким разумом, он понимает, что не все должно быть так, как он видит вещи, что есть альтернатива в мире, что есть люди, которые видят все по-другому. И поэтому человек с маленькими мозгами, первый признак того, если человек не принимает другую мнению, он видит все однобоко. Нет, это вот так. Он не способен посмотреть на вещи по-другому. Это говорит о его ограниченности, первую очередь об ограниченности его ума. Поэтому, если человек не в состоянии терпеть кого-то, кто против, видит вещи по-другому, это говорит о его ограниченном интеллекте. Рассказывает такую историю, что одна из вещей, которая категорически запрещена Торой, это проклинать других людей. Бывает вообще проклятие. Проклятие часто, и ругаться, и свой язык, проклинать кого-то, как в Торе приводится история про Белама. Белама является злодеем. Почему? Потому что хотел обрушить проклятие на народ Израиля. Так Рабин Афталий, изропшица, он получал очень низкую зарплату от своей аксины. Мало денег получал, был великий Рэбе. Но платили ему прям буквально вот еле-еле. Так однажды просто не хватало еды для его детей. И жена, она просто, она была в ужасе. Она говорит, слушай, как это так? Прокляни, говорит, этих всех. Как они? Они даже не реагируют на наши призывы о помощи. Сразу вскочил Рабин Афталий, открыл двери своего дома и закричал, мои дорогие братья, пусть Всевышний благословит вас долголетием, крепким здоровым и даст вам много-много нахот. А потом повернулся к своей жене и сказал, ну-ка сюда подойди ты. Нет, он сказал так. Сказал, Рабина, наш, говорит, учитель Моше, терпел, говорит, евреев 40 лет, говорит, в пустыне. Целых 40 лет. И одно единственное желание у человека было, одно и самое главное, войти в Рецисраэль. Но из-за их грехов в итоге он лишился этой возможности, как он не просил, войти в Рецисраэль он не смог. И тем не менее, перед своей смертью, перед тем, как они шли в Рецисраэль, а он умирал, он что сделал? Он благословляет всех евреев, он их благословляет. И он говорит, мой папа, говорит, дома всегда, никогда не позволял никаких таких высказываний. То есть, что бы люди ни делали, он никогда не позволяет себе никого, да, проклинать. Хочешь, благословляй. Так вот, говорит, однажды, говорит, моя бабушка, говорит, она тоже, говорит, в каком-то гневе была, кто-то ее сильно спровоцировал. И ее проклятие звучало приблизительно так. Пусть Всевышний даст ему мягкий и свежий хлеб и твердое сливочное масло. Вот такое, это было самое, знаешь, неудобно, что масло будет продавливать хлеб, но на большего это был бойлинг-поинт, это было самое такое кипящее, вот вообще, что она могла сказать, но никогда не позволять себе большего. Как сказано, да, благословляющих тебя я благословлю. Хочешь браху, благословляй евреев. Ни в коем случае надо всегда сторониться, быть, да, как можно дальше от всевозможных, да, проклятель, не дай бог. Итак, как ты это хочешь сделать? А ну-ка. Нет, должно быть поближе, чтобы было слышно, потому что я не ставлю микрофон, чтобы, о, вот так хорошо и видно и слышно, да? Отлично. Итак, мы с вами продолжаем законы Криата Тура. Что мы сказали в прошлый раз? Очень важно, да, что когда мы, да, Ашкеназим делает Акба до чтения Туры, Ашкеназим делает Акба после чтения Туры, но, как бы там ни было, необходимо сказать, по сути, везет Атура, когда ты видишь ктиву. И видеть ее нужно не издалека, я вижу ктиву, а подойти достаточно близко, чтобы ты мог разобрать сам текст, прочитать слова. И тогда шеф Агадоли, какая у вас свет какой-то, да, таким образом человек притягивает на себя большой свет. Окей. Туру надо брать всегда правой рукой, как сказано, Ашем Акату виминут хапкени, да, и правой рукой меня обнивать, Шири-шири-шири, Шири-ширим, ве-оды дегаматура нитан беаминтура, тоже дана была правой рукой, как написано, да, айждат ламо, тут не приводится пасок, Так вот, немножко сделаем отступление, вспомним вообще, откуда мы читаем Тору, почему мы читаем Тору. Как сказано, Милхот Тфила, да, Рамбам пишет, Мошера Бейну, еще Мошера Бейну, постановил читать Тору по субботам. Теперь, Так же в понедельник и в четверг утром. Почему? Чтобы не прошло, как сказано, три дня, Чтобы не прошло три дня об изучении Торы, на горьком примере, три дня не было Торы, евреи-шири-шири, сказал Мошера, такого больше не будет, всегда поэтому понедельник, четверг, шаббат, никогда не будет трех полных дней, чтобы ты остался без Торы. Уже поздно, Эзра, во время возвращения евреев, во времена Эзры, второй храм, он постановил, что нужно читать Тору еще и в Минху, в шаббат, для людей, которые занимаются, которые купцы, они ездят, они по две недели выезжают, им тяжело, они только на шаббат добираются, чтобы не была возможность прочитать ту Тору, которую что они пропустят, в какие дни? Ведь в шаббат мы что читаем в Минху? Мы читаем то, что будем читать в понедельник и в четверг. Люди рабочие уезжают, это недавно тоже, да, еще немножко мусара, Рав рассказывал историю, у меня был замечательный папа, мой папа был просто Шенки Дубмато, мой папа, говорит, уезжал каждую неделю в воскресенье утром и приезжал в пятницу в 14.15, я его не видел, он работал вот этим дальнобойщиком, не знаю, развозчиком, каких-то товаров, кто со стороны, кто послушал, он сказал, ничего себе, какой у тебя папа, папу вообще не видишь, говорит, через сирота казанская, он говорит, нет, почему, говорит, потому что, когда папа приезжал, приезжал в 14.15, я приходил, говорит, со школы, папа уже меня ждал, с бейсбольной битой, сынок, давай поиграем, и это, говорит, которое я был с папой, я был с ним на 100%, говорит, пусть он, я видел, насколько у него мало времени, перед шаббатом, он приезжал, он ехал по 12 часов за рулем, он был просто вымотанный, но всегда проводил со мной время, очень важно понимать, что дело не в количестве, а в качестве уделенного времени, а человек жалуется, что, ты хочешь, я с тобой сижу, уже нет, уже 3 часа, что ты все платишь, сидишь, сидит в телефоне, 15 дел решает, и я и там, и тут, и здесь, и там, в итоге, человек нигде, и поэтому не хватает, лучше, меньше логистик, если ты где, если ты на уроке, будь на уроке, отложи телефон, хватит щелкать кнопки, если ты, будь там где-то, если на молитве, будь на молитве, так дальше, и также уже Эзра постановила, что в понедельник и четверг нужно обязательно вызывать троих, и нельзя читать за один раз меньше 10 псу-ким, то есть 10 псу-ковки без мамоши, но она ваше мамло айта, так она давка, жи ю курин беш-луша, ваше и крыло асара, псу-ким давка, и поэтому не может быть алья меньше, чем 3 псу-ка, и какой-то из них будет 4 псу-ка, должно быть всего 10 псу-ков, и не меньше трех человек вызывать к Торе. Теперь говорит Шарханару, есть исключение, во-первых, надо понимать, почему в Йом-Тох и в Шаббат мы вызываем много человек, и причем, даже если захотим, Шаббат можем вызывать 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 25-го, в некоторый Йом-Тох мы вызываем по 50 человек. Какой Йом-Тох? Симхат-Тора. Симхат-Тора, да. Симхат-Тора, шми не оцелят на самом деле, да нет, праздник Симхат-Тора, есть два дня шми не оцелят, но мудрецы привязали Симхат-Тора на шми не оцелят, тому есть тоже очень интересная причина, но Симхат-Тора, Йом-Тох и Шаббат, по определению люди меньше заняты, они не так заняты, и поэтому ты ничего у них не отбираешь, но в обычные дни, в понедельник и в четверг не издевайся над людьми, никакого мафтира, никаких добавочных альев, люди спешат на работу, если ему надо думать о людях, они спешат, надо их отпустить. Поэтому в понедельник, в четверг и в Минху вызывают трех человек, не вызывают меньше, но и не добавляют больше, вен мафтирин бенави, по этой же причине не читают нави, то есть нету авторы. Теперь добавляет рамау, удивительно, что исключение можно сделать, если есть два хатана в синагоге, или есть авиабен там и сандак, то есть такие люди, можно ради них, ведь получается, у тебя три вызова, у тебя только один израиль, то есть ты можешь только ночью вызовать, коэн, эви, и один израиль, а у тебя, например, авиабен и хатан, или два хатана пришли, вот так получилось, что делать? Можно вызвать четверых. На каком основании можно вызвать четверых, как вы думаете? Можно вызвать только в йомтов? Больше. Потому что для хатана, для авиабена, день обрезания, день его свадьбы, это что? Йомтов. Да, йомтов. потому что для него это йомтов, и можно добавлять в нереды, у один, лишний баллия брит, то же самое, если есть лишний баллия брит, де йомтов, шлахэм, укидэ, лакомат, смах, миштамбрура, мутар лоосиф, где шьюхнушны, гемналы блатура, чтобы они оба могли быть тектори, вэля дина котву охрунин, но тем не менее, говорит миштамбрура, по закону охрунин, пишут, дэй, но агинкэнш, такого обычаев у нас нет, так не поступают, и тем более для баллия брит, так не делают, не делают, можно, но обычай так не сложился, мутар лоосиф, можно добавить, где шьюхнушны, бэминха уешэнью вахамиши, бэд, следующий аллах, маком шэ мавсикин бэшаббат бэшахарит, шам курим бэминха уешэнью вахамиши, увэшаббат аба, в том месте, где заканчивают читать шаббат, с этого места начинаю читать в Минху, и в последующий четверг, и понедельник, понятно, да, ну, как бы, да, следующая недельная глава, окей, понятно, рамо, им бэдлу шаббат ахат, крията параша бэцибурла, шаббат абакуринута параша, им параша шайха лаута шаббат, если по какой-то причине, звездочки, ссылки, 15 комментариев на это, я тут явно что-то будет происходить, если бы вообще не прочитала тору шаббат, ну, по какой-то причине, не смогла прочитать тору шаббат, с торой случилось, мало ли, в следующий шаббат, как им это восполнить? Никак, говорит Ахшан, но рамо не согласен, он говорит так, ле шаббата ба, крино та параша, им параша шайха лаута шаббат, прочитает ту пропущенную главу всю, и читаешь парашу этого шаббата, то есть восполняешь и то, и то. Миша Набрура. До Минхау вышли, вы им тау, вы карула шлоша, корень попарашайшу, наш седр шаву, а, да. Если хатана один не надо, ты его вызываешь третьим, шлиши, вызови хатана, ну, вдруг у тебя два хатана, они подерутся, кто должен выйти? Вот два хатана, мы говорим про ситуацию «два хатана». Или авиабен и сандак, и моэль, и два хатана. Это такое, ребят, извините, как бы шаббат. Они читают только Алию Коэна, вот этот период, нужно разделить ее, или дальше? Ты перечитываешь, ты перечитываешь, ты можешь перечитывать бесконечное количество раз в последнюю Алию. В последнюю Алию? Да. А, окей. Теперь этого нельзя делать, потому что задерживаешь людей, но в этой ситуации можно. Так, что дальше? А был вопрос, когда была пандемия год назад, и не ходили в синагогу, нужно ли перечитывать? Все парашиет. Все парашиет. Совершенно верно. Действительно, было очень сложно. Действительно, был такой вопрос, что из-за пандемии много Ира, вам нравится, я сейчас быстро, говорит, прочитаю, говорит, всю книгу, всю книгу, да? Было такое, что прослушать всю книгу. Вот это вот базируется на этой Аллахе. То есть такое, понять, что по какой-то причине не смогла община прочитать, исполнить свой хирур. Шаббат 1, дуэка Шаббат, אבל им битлоу הקриея בשени и хамиши, эй, לא Ташלומин. О, шени и хамиши, не Ташלומин, пише Баре, аллахава здесь. Только Шаббат, Ташלומин есть. В Духаре, как ты сказал, йоханн, доэр аллахави, ойр аллахави, как ты сказал, что не то что говорит читаем первую главу сразу вызываем коина этот коин на этого коина читаем всю прошлую пропущенную главу первые три пасука для этого коина уже новые главы это будет вуаля смотри какой бальконе легко прочитать так но что если пропустил несколько шабатов а потом мы знаем да носить закон общий закон нашу мин пропустил шахарит может воспользуй prestigious марин но если пропустил шахарита михумарьев чтоihad аж челсите щеше на хрон puppet шабан такая же логика ты можешь спасти только прошлый шаббат предыдущий. Вот то, что ты говоришь. За все шаббаты пропущено время карантина. Все главы, что пропустил, хоть их 10. Всю книгу Беши должен прочитать. Вот у нас было несколько месяцев карантина. Все недельные главы надо прочитать. Что Беур Агро, как написано Беур Агро, И вот, пожалуйста, Агро, Веленский Гаун, идет как бы по первому мнению. Наверное, поэтому, чтобы не мучить общину, мы этого не сделали. У нас был такой прецедент, и был такой вопрос, и нужно или нет, как бы, да, людей, так как Веленский Гаун идет по первому мнению, что нельзя сделать то, что мы на пропущенную больше, чем на одну неделю. Этого не делали. Крията Пороша. Вы, Майюш, Тей Пороши, одну хубариму тобы шаббат. На одну неделю сделали, что ли? На одну неделю. Здесь? Не сделали, да? Окей. Может, было на губ уже в нашем время. А что, если это еще и была сдвоенная глава, которую пропустили в шаббат? И теперь... О! И ты пропустил, да? Четыре главы пропустил. Полный финиш. Что делать? Маарам Минц пишет. Вообще не делают. Вообще не делают. Не восполняют ее. О! Потому что никогда не видел я, мы такого не видим, чтобы три недельные главы считали в один шаббат. Он идет, видимо, по первому мнению, что спасти можно только предыдущую главу, а предыдущая была сдвоенная. Теперь как быть? Прочитаешь три главы, такого не бывает. Поэтому, говорит... А если наоборот предыдущая недельная глава была удвоенная... Великород Порошаха, говорит, одну главу тоже как бы нельзя, потому что она была сдвоенная. То есть ты ни туда, ни туда. Две прочитать ты не можешь, одну прочитать, но смысла нет, она была сдвоенная. Поэтому День так и на нахоценит. Поэтому наполовинку ничего исправить нельзя. Ничего не можешь делать. Да. Если предыдущая недельная глава была удвоенная, а следующая одна недельная... Вот мы это и говорим, ничего сделать нельзя, нельзя это исправить, потому что… Можно же и две недели главы с предыдущей, а одну? Ну нельзя, не можешь. Вот это мы и говорим. Две прочитать нельзя, а одну прочитать нет смысла. Получается, ничего сделать нельзя, все просто читаешь дальше. То же самое, если две недели подряд с двойной главой, как ты говоришь. Окей, это не так актуально, давайте это пропустим. А если предыдущей, где она была одна, а следующая, удвоенная, то же самое? Можно ту одну прочитать. Не читают? Вот это хороший вопрос. Почему? Потому что он пишет, что три никогда не читают. Ну то же самое получается, получается не причиняю. По другой причине. Ну да, это что? Из-за трех. Видишь, кто-то с ним спорит. Говорит, нет, надо восполнять все недельные главы. Окей, тут идет целый недон. Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет. Редкий случай. Хотя, видите, мы стали свидетелями с вами, что такое реально было. Неделями, неделями не собирались сообщения, не читали недельные главы. Удивительно, да? Потом нужно было, наверное, вот в это сильно учили эти Аллахот. Вникали, да? Как быть? И сейчас у нас опять бедут пять дней. Странно, бедут. Вроде бы как бы люди здесь, а вроде бы как бы нет. Ну, ладно. Итак, мы знаем, что первый кто-то выходит ко-эн. Да, один из выделительных качеств коэна. Коэна по-разному выделяют. Да, он и первый. Ему там всякий кибудим дают, и зимун он получает. И все. Одна из вещей он выходит в первую торию. Да, хара в леви. Потом выходит в леви. Да, хара в Исраэль. Потом выходит Исраэль. Видишь, что брура? Но хатан выше. Хатан выше? Если только по росту. Нет. Что ты? Перед коэном? Хатан... Свадьба. Свадьба. Что? Он первый. Исраэль. Мы говорим, поэтому он не может. Он коэна победить не может. Коэн все равно выходит. Леви все равно выходит. Хатан выходит шриши. Исраэль. А если у тебя два хатана, что делать? А, я сейчас коэна подвинул. Нельзя, да? Коэн выходит коэн. Если хатан коэн, и он еще авиабен, и еще... Вот тогда да. Итак, гиммер. И сам сандак, и еще делает море. Бывает такое? Тогда ему скажут, просто выйдите, пожалуйста, не мешайте нам. Поехали. Коэн коре батура решон. Коэн выходит, который первый. Как написано? Векида, что есть повелительная заповедь. Митсват асе. У нас делать коэна векида, что? Выделять какое-то митсва. Вот сегит коэн, подать ему что-то, принести, как-то выделить его. Это митсва. Отповедительная векида, что выделить. Кидуш, не освети его на освещение. Кидуш, веки душин. Это обособленный. Это выдели его. Особенное отношение коэн. Особенное отношение. Надо быть внимательным. У нас рабонин. Надо еще они еще и коанин. Что раббецаль, что лавнер. Двойное. То есть, как бы, да, еще и коэн. И поэтому любой человек, ах, это душа, то есть у него какая-то особенная душа, как левто охрешен. Он должен начинать вот все первое. Получает первое. Первую порцию, первый зимун, первый выход. Первым он должен сделать первым. Да, у леварех решен. Благословнять первого. Литоль манаяфа решен. Первый получает хорошую порцию. Но если коэн, как бы, ему неловко, он говорит, слушайте, я коэн, у меня раб тут сидит мой. Можно, пожалуйста, дать моему рабину первому? Мне неудобно, да? Тогда иметь на это право. Да, бывает. То есть, не все же совпадают. А если раб у коэна Исраэль? Вот я и говорю. Брат, я только сказал, ты сразу спрашиваешь. Еще раз, если раб у коэна Исраэль, и ты приносишь ему первому, говорит, нет, слушайте, дайте моему рабину. Имеет на это право. Можно дать рабину. Ни коэн, ни леви не может прощать. Ну, сейчас начнется. Я прощаю, я не прощаю. Ты такой не прощаешь, ты не прощаешь. Да, не Эль-Леда-Варсов. Поэтому нет. Коэн выходит. Коэн, который первый выходит. Леви первый выходит. В остальных вещах они могут уступить. Эль-Леда-Вка коэн, который решен, нахараб леви, нахараб Исраэль. Чтобы не было споров, не было каких-то разногласий. Потому что каждый скажет, я более высокий, я первый выйду. Вейн хилук бен шаббат в Йомтофе. Нет разницы шаббат в Йомтофе. Лешение бехамищи или это понедельник, или это четверг. У шарс маним шукурин баэм. Всегда приоритет коэн, потом леви. Как вы думаете, что коэн просто выходит? Из синагоги. Я вот сначала поймем, почему это надо делать. А почему это делать? Только если коэн выйдет, он специально иногда выходит, потому что он не может, он молится или что-то, чтобы дать возможность вызвать кого-то. Потому что если коэна нету, то выходит вместо него кто? Леви. Казалось бы, но нет. Если уходит коэн, и леви тоже вылетает. Если есть коэн, то есть коэн, и леви есть. Если нет коэна, то и леви. Все три строения выходят. Внимание. И мейн коэн, сейчас дойдем на этого, не будем забегать. У вас на леви есть леви, и ты молчал все эти уроки? Да, хорошо. Если есть только леви, а коэна нет, то... Коэн выходит из-за себя из-за леви. Коэн выходит из-за себя из-за леви. Почему? Потому что коэн он леви? Да. Согласны? Хорошо. А леви может выходить пятым, например, или шестым леви? Были только леви. Пока один момент, Арон и его лично дети не стали коаним. Поэтому коэн леви, коэн может выйти за леви. Леви не может выйти за коэн. Леви за коэн. Не за коэн. Какой способ может выйти? Леви? Да, потом. Нет. Внимание, леви выходит из-за себя. Не может. Нет, нет. Коэна нет, не может даже за себя. Нет, вторым не работает уже эта схема, первая, вторая, третья. Окей, давайте пойдем дальше. Не надо вперед, подождите. Мы сейчас... Леви выходит. Вот сейчас мы к этому пойдем. Если нет коэна всего, ребята, вот в следующей строчке. Я просто не могу. Давайте научим. Да? Если коэна нету, говорит, тогда, говорит, вызываем по мудрости, по количеству лет. Даже если человек мудрый, больше мудрец, хотя тот старше него, пусть по мудрости. Окей, ну, короче, здесь уже Габай решает, кого выбирать. Ва хара в леви. А после него леви. Ва смехин хуа кров дыхти. Почему? Потому что в Торе написано так. В книге творим. Ва итна эля куаним бней леви. Она тоже ставит рядом. Куаним бней леви. Не забывайте. Куаним а не бней леви. Поэтому куанин у нас на самом деле является и леви тоже. Куанин, потом идет леви. Ату анан луедан энда куаним бней леви нину. Чтобы, говорит, не знали, что куаним из колена леви. Из-за чего нам снова это говорит эля лашмина, для того, чтобы научить нас. Де митхила куаним бней леви. Сначала выходит куаним, а потом выходят дети сыновья леви. Левиты. Далее. Итак. Пока непонятно. Пока только написано, что если нету куана, вызывай любого по мудрости. То есть, как будто бы и левитов тоже. Идем дальше. Далет. Нет, подождите. Пока мы еще не разбираем это. Аминхага по шутку. Итак, распространенный обычай. Что даже обычный амарец коэн вообще пришел кипу сложенную из кармана, достал отдел, но я коэн. А рядом такой большой гадурь турак, какой-то мудрец. Коэн выходит. А не этот раввин. Выходит этот коэн. Амарец. Амарец. И даже если он не может читать, но хотя бы может повторять слово в слово за шалек, сибуром, за балькуре, саги, бихаки, лакаман, достаточно и этого. Потому что если он не умеет читать, как он вообще будет благословлять натору. А почему выйти? Почему ты хочешь его вывести? Если он не умеет читать. Он выходит. Коэн, зачем выходит? Пусть выходит коэн и леви. Всегда лучше вызвать коэна и леви, чем его выгонять. Если он не умеет читать, он сможет почитать. А он да и так не выходит. Он его пожирает. Ну вот разве что так. Тем не менее, видите, есть кто спорит. Что нельзя, если коэн Амарец, он не стоит, идет впереди хахама. Если говорят, что надо вызывать хахама. Тем не менее, а минхага обычно сложился именно как те, которые говорят, что нельзя менять. То есть коэн всегда первый декрет отрабы. Но это причина больше даркей и шалом. Потому что начнется путаница. Если мы будем каждый раз взвешивать компетентность коэна в отношении к другим участникам общины, которые знают больше него или меньше него, это такой начнется базар, что я буду продавать алиот как минимум в три раза дольше. Как это будем делать? Главное – это роль. Кстати, сейчас дойдем до продажи алиот. Почему? Нет никакого унижения, как это так, выходит Амарец коэн, а раввин великий не выходит, потому что так сложился обычай, так делают постоянно, поэтому нет безаяна. В наше время, даже если он не умеет читать, обратите внимание, все равно вызывают. Почему? Потому что кто читает? Что говоришь на руку? Если он не умеет читать, потому что он не умеет читать. Брахот, вы думаете? Нет, Тору. Абсолютно все читали Тору. И тебя в любой момент могли вызвать. Поэтому заповедь Шнеми и Крава и Хат Таргум. Это не ромиссиоников. Зачем я читаю? Шнеми и Крава и Таргум. Тебя могут вызвать кто-то. И когда тебя вызывают, ты должен сразу взять и читать эту главу. И тебя все будут поправлять. И позор. Тебя вызвали. Ты что, Тору? Тору? Тору хумаш не может прочитать свою... Все умели читать. А никто не умеет Амарец. Тору не может прочитать Амарец. В наше время такого нет. В наше время есть кто? Есть Балькор. Есть такое понятие Балькор. Он читает за всех. Причем в наше время это настолько важно, что даже если я вызываю Рававнера к Торе, он прекрасно может читать. Ему не дают читать. Почему? Бецаль читает Тору и выходит Рававнер. Рававнер может прочитать Тору? Чтобы не стыднить других. Очень хорошо, говорит Ариэль. Правильно? Потому что другим будет стыдно. Потому что если мы сразу будем... А, этот умеет читать поэт, а этот видимо не умеет. И будет понятно, кто умеет, кто не умеет. Из уважения к тем, кто не умеет, не дают читать даже тем, кто умеет. Но, в принципе, догадаться можно, да? Когда четыре транслитерации, все равно две ошибки. В наше время мы были лаяли к этому, а в наше время, сейчас, сейчас. Сейчас есть Бааль Коре. Такое понятие Бааль Коре. Один человек читает за всех и точка. Поэтому, выходит, все, лишь бы браку читал. Итак, мы говорили с вами, отдельно учили моменты прерывания. Псукейтезимра, Берберкотшма, где можно прерываться, на что можно прерываться, на анне, на кадиш, МЦА Пэрек, Бесов Пэрек, да, все, все эти вещи учили. Так вот, Коэн, который читает Шума. Он внутри Шума, он не может прерываться. И Габай смотрит на него. А, ну, вызывать тебя? Он, не могу, я в Шума. Тогда его действительно не вызывают. И вызывают вместо него кого? Писраиля. А, где же Леви? Нету Леви. Если Коэна нету, то и Леви уже тоже. Ну, понятно. Если есть другой Коэн, конечно, вызывают другого Коэна. Если у него один Коэн. Даже если еще не вынесли Сефертору, ждать не надо. То есть, могу подумать, что только если уже вынесли, а он еще читает, его ждать нельзя, вызывайте срока. Нет. Даже если только собираются выносить Сефертору, и Хоэн машет руками, я не успеваю, дайте мне пять минут. Не надо никаких пять минут. Выноси Коэтору, есть Себург. Не может, значит. Мишум тирха де цибура. Тирха де цибура. Такая важная вещь. Задерживать общину, люди спешат на работу, уважаемые люди приезжают. Нет, очень уважаемые люди. Надо с уважением относиться ко времени другим. Тирха де цибура. Обратите внимание, выше стоит, чем вызвать Коэна. Эйну расшай. Так. Има Сеферторуа патула, байкун кулеет шмаа. Эйну расшай леавсик. Блэкури мистраэль бимкомо. То есть, из машма и шурхана руха, только если открыта Сефертора. Но Миштабрулу говорит, да, если Сефертора не открыта, то всему ждать не надо коэн. Рамо добавляет. Мы знаем, что есть такой закон бетаанит цибур. Читаю Тору. Бетаанит цибур. Бетаанит цибур. Он может вызвать Исаилия. Он не выходит, который. Рамо добавляет. И лучше, чтобы такой коэн вышел из синагоги. И ноги не. Просто, чтобы он вышел из синагоги в этот раз. Просто, чтобы никому. Потому что коэн его не вызывает странно. А все начнут спрашивать. Ах, он кушает. О, и начнется. Ну, чтобы этого не было. Просто вытекусь. По поводу коэна, который на Абитере. И община уже читает Тору. Не, если у нас... Пусть прольвет Амиду. Не, ну, Брану Амидану. Не, пусть пару моментов. Все. Он не проливается. Читает Тору Хазан. Так. Ну, опять же. А сейчас другой вопрос. А должен же коэн выйти на первое и второе? Ну. Такая, получается... Не может выйти. А он Амиду читает. Выгнать его. Не надо выйти, брат. Не надо выйти. Встроен, встроен, встроен. Хорошо. Теперь твой... И проблем не ест, потому что он просто... О, имеет значение. Наоборот, ест. Он болеет. В смысле, ест. Что он-то ест? Понятное дело, что он не злодей. Он на зло специально ест. Надо ему есть. Но выйти он уже не может. Недостаточно региона стоит. Понятно, почему. Нет. Даже если нормально. Надо, чтобы он постится. Кто-то участвует. Потому что мы читаем про пост. Там, как бы, это такая алияна про метаним. Человек, который не постится, непонятно. Пусть выходит из сша, который постится. Не надо прерываться. Ему не имеет права. Не то, что не надо. Не имеет права прерывать. Чтобы быть и кто-то вызывают место на него. Исраэля. Мипне, кому-то, Тура, из уважения, Ктора, овальник, отхила, эйн, ли круто. А, из Дарьи Шуна. В Симане Самыхла, в Саифе Дарьи, мы говорили, что из уважения Ктория, если его вызвали, он должен прерваться. Габай, представляете, не проверил. У меня, я сколько уже, 15 лет Габай, на разные были ситуации. Наверное, все были ситуации. Все ошибки, какие только могут быть, я все сделал. Но мало, все было. Ты не посмотрел, Коэн сидит, нормально. Я его вызвал. А он потом машет. Ты чего? Я тут где-то вообще не могу ничего. И все такие, ну, его же вызвали, вызвали. Как только вызвали Ктория, кого до Тура надо выйти. А, вальник, отхила, эйн, ли круто. Изначально его вызвать было не надо. Умышум, бгама де Коэн. Но из-за бгам Коэн, мы это учили, это такое, что люди подумают, что у него какая-то проблема в Юхасин. Что-то он какой-то не Коэн. Что-то он вроде бы Коэн, но как-то его Ктория не вызывает. Чтобы такой слух, не дай Бог, не пошел. Потому что Коаним очень важно содержать, да, они, да, чтобы никто не заподозрил. Здесь переживать за это не надо. То есть, если, видишь, не надо ему выходить. Человек читает Шма. Она молит, сами идут. Люди поймут. Не надо переживать, что его по этому не вызвали. То же самое, что благословение Шма. Тоже. Коаним, который читает благословение Шма, вы тоже его не дергаете. Но если это единственный Коэн. И он находится Бейна Праким. Между абзацами, как мы учили, да. Тогда Ле Катхила можно его вызвать. Но все-таки лучше, чтобы он вышел. А что это такое? Хотя реально по закону даже если он не вышел, его не вызывают, не проблема. Тем не менее, можно вызвать Исраиля вместо него. Потому что он не может выйти. Но изначально лучше, чтобы он вышел. Почему? Потому что будет ущерб. Не все поймут ситуацию. Не все поймут, что оказывается он не постится. И поэтому его не вызвали. Начнут будут какие-то вопросы, слухи. И как это бывает. Потом выясниться, что сын Мамзе. Как люди начинают говорить. Поэтому такие вещи всегда лучше сказать. Так, выйдите, пожалуйста. Синологи. Часто мы видим, что Коэна, они такие. Они мигрируют. Я постоянно обращаю внимание. Я просто постоянно. Я же вызываю. Вот секунду он был, что нет его. Когда нужен, его нет. Почему его нет? Теперь можно догадаться, почему нет. Человек опоздал. Он читает. У него там внутри молитв. И чтобы не грузить, чтобы не звонить с ума, чтобы ему не вызывали посреди. Он просто знает, когда ему нужно выйти. Да, это у Коэна, своя жизнь. Они все эти законы знают. Они выходят. Конечно. Но если есть другой Коэн, который да, постится, то тогда этим Коэном выходить не надо. Которые не постятся. Конечно. Тогда просто вызовут его. Главное предупредить Агабая, чтобы он тебя не вызывал. Потому что не постичь. Так, альши. И у него гимми кэдэм. Щебеш вода решила. Я и хад. Акан. Митнадев. Анмаден. Эхм. 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 Вау. Были такие общины, где когда продавали хатан-берешит на Симхат Тура, выкупали. Какой-то Коэн говорил, я Коэн, короче, меня вызывайте и давал сумму денег, чтобы его всегда вызывали первым. Окей, 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 очень интересно. Фантастический. Просто алья. Должен быть, конечно. А? Не, не, не. Не, не, не. Это уже как 37-ая алья. Это просто всех вызовов. А, ты спрашиваешь, может ли Коэн выйти не Коэном? Нельзя. Коэн может выйти только Коэном и? Коэн может выйти только на Коэна и на? Макфе. Макфе. Коэн может выйти только на Коэн или из синагоги? Две ведь. Нет, выйти он может только. Либо Макфе. Мы говорили, что за Левит его Коэн, а Левита нет. Потому что тоже Левит. Да, да, да. Это было. Левит, получается, он выходит на Коэн, а Левит, но возможно. Это да. Если нету Левита, он выходит и там и там. А Левит не может выходить. Окей. Окей. Длинная следующая Алаха. Да. Давайте, наверное, здесь прервемся. 30 секунд. Отлично. И как раз делаем рекеп в следующий раз. По Ялкут Юсефу полностью все деним. Тут как раз все вместе собрано. Если что-то будет еще такое, нырнем снова в Перушим. Шарко Ахрамутай. Прощаюсь с вами. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.